В то время как Михаил Жаяц представляет клуб Александр Невский. Ну, что касается веса, ну, вес примерно одинаковый. Здесь понятно, что, конечно, сильно меньше 93 килограммов. Никто падать никогда не хочет. Меньше, знаете, меньше можно, больше не нет. А здесь люди стараются, конечно, об этом все уже давно знают, стараются вес все-таки гонять. Ну, это очень характерно, кажется, для зарубежных. Для зарубежных бойцов, да. Наши, наоборот, в этот вес добирают. А вот иностранцы проезжают с перевесом в 5-6 килограмм, сгоняют его накануне турнира и на бой выходят. Ну, допустим, я думаю, что барич килограмм 97-98 может весить сейчас вполне спокойно. Вот, Александр, вам как специалисту. А как же на функциональной готовности гонка весать в потере силы? В любом случае. Хочется это или нет. Поскольку ты гоняешься, гонять проще всего, чем гонять проще всего водой. Ну, это по старинке что-то гонять водой. На самом деле... Там есть диеты, есть пармы различные. Да, это все прописано у зарубежных команд, целая команда специалистов, которые пользуются совершенно разрешенными препаратами, разрешенными всеми способами, какими-то наработками. На этом работают целые бригады профессоров без преувеличения. А как же наше кому-то? Мы к этому стремимся. Мы к этому пытаемся перейти. Мы... Приглашается болезнь. Начинаем работать. То есть пока, если говорить честно, напоминается, как говорится, очень большая отставание. Стоять! В этом у нас есть отставание. Не, ну согласитесь, дорогие друзья, давайте как бы... Если мы будем честными, мы будем честными до конца. Когда человек весом сотни выступает в 93, то есть гоняя за себя за 7 килограмм веса, и выходит на ринг, то есть на взвешивание у него будет его 93. Я сейчас не приложу никаких конкретных примеров, потому что голословным быть не хочу, а поклепление на кого-то возводить, ну, по-моему, нехорошо, что ли. И выходит, собственно, взвешивание... Да, вот его 93 абсолютно законные. Регламент таков, что взвешивание не идет за какое количество времени? За сутки? За сутки, наверное. За сутки. После чего человек пьет свои тоники энергетические. Естественно, это не анаболические препараты, не боевые коктейли, которые используются, не знаю, знаете, как, естественное значение. Но при этом он приходит, там, плюс 3, плюс 4 килограмма, и это его 3-4 килограмма законные, которые, в общем, которые потом вылетают по сопернику. Да, это боевой вес, это увеличение силы удара, увеличение веса, которому ты противостоишь при борьбе. Ну, это совершенно разрешенный прием. Ну, вы о достижениях Михаила, наверное, сейчас расскажете, и сейчас я про корвата попытаюсь пробежаться. Ну, его профайл говорит, что тренируется в одной команде с Тамаром Бераком, Антуаном Рачичичем. Имеет опыт турнира поступления на турнирах Восточной Европы. И последние 5 поединков, 4 из них, он, собственно... Да, череда побед. Да. Которую... Выиграл. Мы, конечно, комментаторы, мы не болеем ни за кого, но надеемся, что... А вы знаете, а я все равно буду болеть за своего... Ну, дорогие друзья, я живу в России, я буду бороться за российского бойца. Бойцы, 25 лет, рост. Берегу я хорватский поклонник смешных киевиноборств. А я, тем более, буду бороться за героев, потому что он является бойцом моего группа Александра Невского. 8 боев, 5 побед, 3 поражения. Из команды Millennium Top Team Хорватия, Мадьяс Париж! И его соперник, Красному Руку, 29 лет. Что вам сказать, обратите внимание, Хорват вышел мало в наколеннике, еще и в голову на стопе. Неужели это правило было вырешено? Я видел, что мы ходили в расанговках, в футах, и тогда закончено было бить на гайке. Возможно, у него чего-то хроническая травма, которая не мешает его выступать, но в котором может повториться какое-то определенное время. Посвешенный битноборством М1 Челлендж 2008 Михаил Саяц! Я думаю, в углу Михаила Саяц видим не только Эдуарда Шарапокова, тренера клуба Александра Невского, но и небезызвестного Андрея Николаевича Кочергина, основателя кое-карате. Последние полгода Андрей Николаевич очень много, оказывает очень большую помощь при подготовке Михаила. Если мы посмотрим его бои 2008-2009 года, Миша больше уповал на борцовскую технику. Это бешеный размен ударных стойки, переход в партер и болевые. То уже в своем бою, в крайнем своем бою против Тони Валкина в Финляндии Миша показал отличную ударную технику тайского бокса. Несколькими лаукойками просто-таки нарушил план на бой с финского оппонента, после чего уже сделал привычную ему работу. Перевел в партер и отломал руку. Отломал руку, знаете, я иногда слышу. Дорогие друзья, ничего страшного, конечно, не произошло, просто болевой прием на руку он провел. Я сам подобными... Ну, это спортивный же организм, он так и называется спортивный же организм. Действительно отломал руку. Действительно набросал иногда, если такой ферме. Бывает, ну ладно, в общем, сейчас в регламенте, может быть, скажу, три раунда по пять минут. Более чем достаточно, на мой взгляд, для того, чтобы выяснить. Слушай, пока аккуратно выцеливают, вот уже из угла ему кричат, бей лоу. Ну, все правильно, если есть травма, и как бы это Людовецкий не звучало, второму надо бить. Если выходишь, показываешь то, что у тебя что-то не в порядке, где на стопле колено, хорошо, спасибо, что показал. По крайней мере, прицельную мягочку там себе так повесил лишний раз. Не потому, что есть каких-то Людовецких соображений, ну, смешно, не заброс, если ты вышел, значит, биться готов. Ну, собственно, Людовецкий диктует. Да, совершенно. Ну, и по-хорватски боец еще не троха выцеливает Миша на атаке и попадает. Да, попадает. Попадает. За лолики. За российского бойца поддерживает его. Два лолики, к тяжелых уже Михаилу выбросил, и они оба попали. Ну, может быть, да, сначала лишить подвижности Хорвата, поскольку в откровенную руку он с ним вряд ли полезен в обмен ударами, я имею в виду, по ногам. Безусловно, Михаил смотрел бои Матиаса с тренерами. Ну, и молодец то, что не торопится никуда. Хорошо, пошла оттенка на атаку. Бодро и сразу же, ну, это, конечно, тоже опыт хорватского бойца сразу. Туда в клинч он сваливается на попытку передавить. Ну, здесь тоже нагрузка на лёху идет, нагрузка идет на... Зарабатывай, войск, зарабатывай! На спину, ну что, папа ребрам постучать. Неудобно, руки фиксированы. Ну, думаю, Миша сейчас использует свой опыт. На пользу, я беру себе до сих пор. Пускай Пашин, пускай Пашин, пускай Пашин! Ну, а пока хорватит в оба печени. Хорватит в оба печени, и надо вылезать. Надо вылезать, но если выцепить изнутри, попытаться, может быть. Вот, хорошо развернул. И обратно коленом. На все правильное, зачем просто отбить. Очень жесткий. Я видел, с какими глазами, когда-то вышел хорват на эту схватку. То есть... Кто-то менее впечатлительный, возможно, бы испугался. Он приехал сюда побегать. А вот знаете, мне не было, я не знаю, бойца, которые не хотели проиграть. Ну, так не было. Попал, по-моему, просадил немножечко печень. Сейчас, наконец, он его понят. Обратите внимание, как начал дышать хорват. Хорватит в оба печени. Да, да, да. Ну и сейчас, да, сейчас. Вячеслав Киселев устанавливает клинч. Ну, молодец. Вот уже задышал. Сейчас, может быть... Хорошо пробить еще раз. Хорошо пробить еще раз. Хорошо бы не получить навстречу еще раз. И хорошо бы, если это вдруг тактическая ловка. Показываешь иногда сопернику. Вот, я дышу, пожалуйста, атакую. А сам готовишь контратаку. Двойку, тройку. Бьются профессионалы. Ну, конечно. Это... Здесь уже кто-то вот передумает. Ну, все, хорошо. Так, вот, так. Помнишься. Все родной стихии. Сейчас будет что? Ну, отжать предплечьем. Это раз. Головый в грудь это разрешено. Да, головой, конечно, вот эти удары колотушками по некоторым видам. Но это, наверное, не смешное видноборство. Это какой-то отдельный подвид, пожалуй, искусств воинских. Когда еще головой разрешают в голову убить, чтобы только самоубийство. И вот сейчас будет оттягивать и пытаться здесь при таком весе один-два попавших ударов в челюсть. И, в принципе, дальше соперника можешь просто додавить за счет усталости гонова. Еще и по ребрам, по ребрам. Надо раскрывать. На корпус голова пробивать. Все правильно. Все как по учебнику делает сейчас пока. Михаил Заяц. Следить за ногами соперника, чтобы не закинули. Минец Горцов уже показал, как работать. Да, еще и комбинированный прием. Я давненько, честно говоря, такого не наблюдал. Бойцы уперлись в канаты, и рефери подвигает их в том же положении. Может в том же положении развернуть, а может в том же положении попросту вывести на середину. Поскольку, ну, практикуется особенно борцовка и подготовка. Защитный удар, так называемое уползание, защитный прием, защитное действие. Когда-то спиной сползаешь из невыгодной позиции, а там глядишь и ляжешь поудачнее. Руку поставишь чуть более удобно. В общем, такие маленькие спортивные хитрости, борцовские в том числе. Здесь уже, как вы знаете, давно мелочей не бывает. Каждое движение, каждая постановка рука, каждый угол, он очень важен. Может, или тебе победу принести практически одним движением. И 10 секунд до конца первого раунда. И 10 секунд до конца первого раунда, ну, вам как специалисту, Александр. Хорошо, попал уже, но еще разок. Немножко не хватило, может быть. Такая бои не терпишь услугательного наклонения. Чуть было-не было, как говорилось. Первый раунд, экспресс-анализ от вас. Пока я, честно говоря... Ну, Хорват показал, что у него неплохие навыки в стойке. Ну, достаточно хорошая физическая выносливость. Несмотря на пропущенные удары, он сумел восстановиться. Он грамотно действует в партере. Не будем забывать, что у Миши очень большое подведение борьбы именно в партере. Большой, очень богатый арсенал болевых приемов. Но пока Хорват не дает ему развернуться. А в стойке бой равный? В стойке бой равный. Единственное, я, пожалуй, замечу, что Хорват... Нельзя сказать боится, но Хорват не стремится уходить в борьбу. Поскольку он понимает, что ему это не настолько выгодно. И ему он в борьбе будет проигрывать. Я думаю, он будет искать свой шанс в стойке. В каждую очередь. Ну, тут уже раунд за номером 2 подкрался потихонечку. Все равно помню, может быть, в общем, общее количество 3 раунда. Но единственное, что я хочу сказать, на мой взгляд, было для меня самым очевидным в первом раунде. А Михаил лучше дышит. Функционально готовность получит. Михаил, это было, проделал очень большая работа по функциональной готовности. Михаил, а учтены все ошибки, за которых он проигрывал. Парал, личная великолепная. Надо продолжать развивать успех. Это главное, не открывать во время удара. Чтобы не получить навстречку. Вот сейчас уже выцеливать потихонечку начинает пара раз. Ну, вот сейчас на себя, на себя провалить еще на пару ударов. Провалить и качнуться навстречу. Там с такой массой, да если выложиться, все же будет хорошо. Для тебя, понятное дело. Тренер подсказывает, а всегда ли слышат тренеров бойцы. Вот про Михаила, ты его точно стать. Он слышит, что ему говорят из угла его тренера? Да, он слышит. И на самом деле тренеры всегда придерживаются такой методики, что как можно больше быть своим бойцом не только в тренировочном зале, но и вне его, когда они готовят его на бой, они общаются с ним в обычных обстановке. Ну, за ужином, или тот там пойти, если проехаться, прогуляться, просто общаются. Для того, чтобы боец из этого многоголосого хора сумел выделить именно своего тренера. Потому что тренер – это командир в боевом посту. Боец должен четко выполнять его команды, если что-то не получается. Ну, да, Эдуард Шарабоков всегда именно этой методике придерживался. Поднимает в штек, обратите внимание, рассечение образовалось у хорватского бойца. Один из ударов приезжает просвещение. Попробуйте подышать, как-то в одном углу оказались, не интересно. Да, по идее, бойцов возводят в разные нейтральные углы. Да, обратите внимание, этот гвоздящий удар, который в портере частенько стали добивать. кстати молодцы то что кто делает классически на кулаком основанием но этот удар может привести к рассечению я думаю что все в порядке не хорват из-за такого конечно он не сдастся но с другой стороны уже есть серьезно ну как ну серьезно травмата если вы серьезное рассечение обратите внимание подсказывает нашему бойцу ну и все спокойно можно дальше попытаться пробивать по травме главное здесь руки не отдать не заиграться хорошо опытный борец и понимает что нужно следить на соперника его работа ну он кстати хорвата вынуждает все больше и больше защищаться сейчас тут пытается уйти в глухую оборону по одной из тех то есть одну как там технику или оттянуть настолько чтобы тебе уже не могли попасть или притянуть себе настолько что тебя уже не могли бить ну и здесь хорват пытается затягивать на себя но против опытного борца которым является михаил за это не получится раз за разом обходит защиту хорвата и раз за разом пробивает поднимайся поднимешь работать наверняка делать пока лапуты так как и на размере на работу спокойно корпус голова корпус глава вот переход пытается сбоку сесть получатая сопротив получилось вроде сил и руку заблокировали пирога работают а сейчас можно придушить а зачем вот нот александр вы знаете прекрасный михаила у него уже преимущество по ударные техники проще помолотить или здесь тут уже вот тут уже атаки не думает ну это мое личное мнение безусловно можно спокойно доработать на победу позиция ты выгоднейшая сбоку но вот как вы грамотно сказали знаете сослагательного наклонения бой если бы там еще вторая нога лежала с другой стороны совсем все было лучше прекрасно ну вот теперь начинают уже по ходу поддушивать и да и дальше проду продолжать бить это кстати умение переключаться вообще отличаю михаила то есть переход от ударной борцовской техники имеется ввиду переход от одного технического действия к другому миша ярко выраженный универсал очень хорошо были проработаны несколько связок накануне боя какую-то именно вязать борцовскую технику с ударами потом смотрит на борцовский ну что может быть будет доводить дело до третий пятиминутки пока еще раз так хорошо знаете не хочу быть пророком если будет закончиться закончить наш не второй раунд то хорват может не выйти на третье могут не выпустить врачи вот я думаю что сейчас будет у него влезать 20 секунд это время есть сейчас отработать концовку пытаются выкрутиться позже дай руки отдает уже пошли в разные стороны только долежать 10 секунд время есть здесь секунданты могут не выпустить и боец-то сам может говорить сколько угрозных домов на секунду не выпустить то что хорват спаренстойки мы все прекрасно видим для стоять он еще стоит в принципе повреждение серьезно повреждение серьезно удар очень много получил михаил своего соперника выводил фактически бороться весь второй раунд естественно ему тут как раз выгодно ну сейчас подышать у себя чуть-чуть прийти и все же ничего главное не придумывать самое обидное это если вот что-то зачем зачем ребята иногда все было хорошо все получал что-то придумал сам себе конечно не тот не тот человек стараться и раньше нужно работать надежно первую сейчас да вы знаете ну как это если быть пророком если так прогнозировать то если пройдет абсолютно в том же ключе еще и раунд 3 судьи нагласно победу в любом случае отдадут нужно ли тебе досрочка но здесь каждый выбирает для себя тактический рисунок у тебя свой как ты будешь действовать ты решаешь сам соответственно надо ли что-то менять если соперник в принципе деморализован дальше работа добить хорвата или спокойно доработать или гарантированную победу в свой рекорд записать и порадовать питерские зрители телезрители у нас с вами ну и что третий раунд третий раунд который в этом случае будет являться уже решающим то есть после этого судьи должны быть прийти к какому-то мнению своему попал хороший тяжелый удар одиночных это в разрез прямо выбор шинку вы подустал хороват конечно заметно он тяжелый 2 раунда первый раунд был ровный но с дыханием михаил своего оппонента сбить чешки сумел потому что я сейчас смотрю как мать с дышит уже очень тяжело когда что что я думаю что и логики миши тоже сработали во втором раунде хорват не очень шутер передвигается вот обратите внимание сейчас на ноги как танцует фактически михаил и как вы очень экономно очень знаете как по спортивному нашли двигается хорват ну что мать с опять оказывается внизу и здесь собственно зеркальное отражение раунда второго сейчас я не думаю что михаил будет своему соперник какие-то шансы давайте загонит о глухую оборону где будет просто мало чем миша осталось отработать 4 минуты этого раунда для того чтобы стать победителем ну вот здесь еще включается уже конечно и функциональная подготовка работа на выносливость еще два тяжелевых удара попадает по хорватскому бойцу пока что ему остается только одно выживать ну да здесь ты здесь что здесь надо лежать конечно не ровно поскольку нет большего удовольствия для любого барса чем оппонент который потому попросту улегся песни делаешь со стопу она конечно замечательно но для того кто так на середину или скорее всего на середину потому что опять хорват каната упал ступов и превозвращается в то же самое положение на центре ну что корпус голова опять немножко оттянуть предплечье и пробить сейчас попади вот этот правый размошистый удар правой рукой сбросить ногу сбоку сбоку есть вот отлично вот идеальная позиция здесь можно фиксировать спокойно одну из рук и фактически здесь ну полевой прием часы я очень давно не видел что кто-то проводил пособенно в таких кусок но здесь у надобности по хорошему конец сейчас миша попробует на самом деле проходит мало но все мало но не надо вот так как не надо поворачиваться соперники как они же заправляют ноги чтобы никуда не ушел хорват сейчас будет пытаться атаковать шею либо может быть попробовать найти или найти руку или шею ну пока он все правильно под рукой пробивает в челюсть хорвату в этой позиции остается только лежать ну все нарушающий забери 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 заходит миша через руку может быть не очень удобно ну все при плече сону все пошел пошел замок перекрытый китайский пути чистая победа досрочная победа какой молодец какая улица ну здесь конечно все только самое лучшее самые хвалебные эпитеты у меня остается для российского бойца представителя клуба Александр Невский города Санкт-Петербург вот что называется какая же была проделана работа не только самим бойцом но и его командой здесь по бою я не видел пожалуй ни единого шанса за счет чего мать я смог бы выиграть причина банальна в ударной технике Михаил его превосходил немножко но превосходил а в борцовской технике превосходил очень сильно собственно она ему победу принесла там дальше один точный удар один точный удар первое рассечение Хорват начав скажем так свой путь вниз по ступенечкам он начал наверное с того что начал плохо дышать начал плохо дышать отвлекся пропустил удар далее по накатану все это развивается 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 ну и судейский вербикт третьего раунда удушающим приемом победа держал Михаил Заяц Михаил Заяц поздравляем ООО чисто уверенная победа красивая чисто уверенная победа но честь и хвала конечно большой молодец большая умница Михаил Заяц остается порадоваться только за россиянина но это бы обратите внимание хорошая такая очень зрелая очень уверенная работа вот пожалуй единственный пизод который побеспокоил в углу когда они в клинчем встали там с работой коленями все ну все всегда непросто ну а тут на фоне усталости концовка пожалуй очень-очень характерна частенько бывает я думаю что Александр вы со мной согласитесь когда на фоне усталости особенно если тебе оппонент залез в маунт соперник начинает переворачиваться на живот стараясь закрыться от ударов по голове зато увидеть нельзя это очень часто явление распространенное мне кажется что это ошибка но раз за разом это происходит это действительно ошибка ты попадаешь в сад ты попадаешь в сад